День с толком 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 как противостояние двух ветвей власти, в большей степени проблема взаимодействия структур при принятии бюджета. Исполняющая обязанности главы района Евгения Гордиенко поблагодарила всех за единодушное голосование и отметила замечания депутатов по поводу бюджетных трат услышаны. На запрос нашей редакции она ответила, что политическая обстановка в Каменском районе стабильна. Сегодня подведем итоги некоторых сфер жизни региона. В 2019 году политическая жизнь края выдалась жаркой. Информационная открытость повлекла за собой первые протестные акции. Ряд общественников выступил против вырубок, а кадровые потери лишь больше привлекли внимание к проблемным вопросам. О главных событиях в сфере власти коротко в следующем материале. Сергей Дугин ушел в отставку так же тихо, как и руководил городом. На его место уже претендуют оппозиционеры, безработные юристы, первый зам Вячеслав Франк, как говорят, человек требовательный, но такой же закрытый для СМИ. Депутатов в этом году в целом обсуждали больше. Части даже пришлось сложить свои мандаты из-за скандала с декларациями о доходах. Число политических раненых могло быть больше, только вот депутаты грамотно обходили предписание прокуратуры. В этом году впервые за много лет жители вышли на протест экологический, который довольно быстро окрасился в политический. Люди отстояли скверно Сахарова. Инвесторам гостиницы Редисон пришлось отказать. Я бы вас, конечно, призывал как губернатор к тому, что здесь не получилось, не проходит здесь решение. Надо посмотреть другие варианты. Под конец года люди защищают уже другую зеленую зону – парк имени Ленина. По словам экспертов, градус протеста снизила бы простое взаимодействие с горожанами. О проблемах диалога в течение года сигнализировали из Каменского района. Там политический кризис дошел до открытой конфронтации ветвей власти. Хотя надежды на налаживание диалога были и в районе провели единственное выездное заседание правительства. Но под конец года Барнаул уже обвинили в невнимании. Так что проблемы муниципалитета придется решать вновь под пристальным взором края. И этот год, к сожалению, еще одно тому подтверждение. Анастасия Драган, День с толком. В этом году начал работу Общественный совет по воссозданию и развитию парка культуры и отдыха Октябрьского района, более известный как Изумрудный. 15 горожан, специалистов области культуры, политики и экологии будут сообща следить за восстановлением этой зеленой зоны, опустошенной незаконными вырубками. Илья Кочетков расскажет, с какими итогами и какими надеждами входит Изумрудный в Новый год. 2019-й стал для Барнаула периодом парковых войн. Еще свежей в памяти горожан страсти вокруг сквера на площади Сахарова, где была запланирована постройка отеля Рэдисон. Этот сквер отстояли. Но в разгаре борьба за зеленый уголок рядом с Алтгу и за часть парка имени Ленина. Барнаульцы дали понять властям, больше не дадут решать судьбу общественных пространств без участия самих горожан. Барнаульцы осознали, что судьба зеленых зон города, судьба городской застройки, исторических зданий, исторического центра в целом, это не только головная боль чиновников, бизнесменов, профессионалов. Это наше общее дело. Мы в Изумрудном парке с трагичной судьбой. Последние несколько лет он переходил из рук в руки с каждым новым хозяином, приходя во все большее запустение. Последний из владельцев попросту вырубил почти треть деревьев. Это стало последней каплей. В начале 2019 года в СМИ и соцсетях поднялась волна народного негодования. Управляющего парком отдали под суд, признали виновным, парк передали в краевое подчинение. И полгода спустя парк начал оживать. Аллеи и большие дорожки почищены, ну а тропинки там были всегда, они есть. Народ из парка никуда не уходил, но сейчас его прибавилось. И даже в том запущенном состоянии, в котором парк пребывает, он используется его посетителями всесторонне. Новый управляющий Владислав Вакаев говорит, основная работа, как и основная борьба еще впереди. Он признается, многие бизнесмены до сих пор рассматривают Изумрудный как лакомый кусочек, где можно разместить шумные аттракционы. Но у него на руках результаты соцопроса барнаульцев. За подавляющим преимуществом люди хотят зеленую зону для тихого семейного отдыха. Вот это неудивительно, потому что, к сожалению, в нашем городе таких зон очень немного. Мы не хотим коммерциализировать проект. Хорошо, что мы краевое казенное учреждение, у нас нет задачи здесь из любой квадратного метра выжать деньги. В отличие, допустим, от тех арендаторов парка, которые управляют парками и зарабатывают на этом деньги. Отметим лишь, что мировой опыт показывает, совсем не зарабатывая, игнорируя коммерцию, парки прожить не могут. Но Вакаев рассчитывает прежде всего на краевое финансирование. Так что пока запросил из краевого бюджета 33 миллиона рублей, два на разработку проекта, который необходимо разработать уже к середине весны, 11 на велобеговую дорожку и 8 на озеленение. Эти пункты предусмотрены заранее, так что они обязательно должны быть в проекте. Еще 10 на текущее содержание. Правда, признают, что и эти цифры могут уменьшиться, но отступать поздно. За реконструкцией Изумрудного следят все, от рядовых барнаульцев до депутатов федерального уровня. Тем более, в этом году наряду с краевым финансированием парк получит федеральное. В рейтинговом интернет-голосовании из 44 общедоступных объектов именно Изумрудный набрал большее количество голосов, став по сути главным проектом на 2020 год. Федеральное финансирование по программе «Комфортная городская среда» сейчас уточняется, но разговор идет о 50 миллионах рублей. К сожалению, у Барнаула есть не самый удачный опыт подобных проектов, как благоустройство набережной, создание Нагорного парка. Поэтому считаю, что за этим проектом нужно и впредь обеспечивать общественный контроль. Все стороны признают, чтобы таких неудач, как с барнаульским туристическим кластером, где до сих пор низкопосещаемость пешеходной зоны на Молотобольской, не повторилось оживление Изумрудного, должно проходить под строгим контролем самих горожан. Первый шаг – общественный совет, куда войдет 15 известных в городе персон, общественники, ученые, журналисты. Они на всех этапах будут следить за тем, чтобы работы велись в интересах горожан. Наш медиахолдинг со своей стороны также намерен освещать все этапы работы над Изумрудным, чтобы следующий год запомнился уже не парковыми воинами, а парковым преображением Барнаула. Илья Кочетков, Илья Халяпин, Александр Антропов, День с толком. В уходящем году в Крае произошло много событий, которые вошли в федеральные сводки новостей. Моя коллега Ирина Корчагина собрала топ-5 чрезвычайных происшествий года, которые точно запомнились жителям региона. Смотрим. Королева рейтинга ЧП можно с уверенностью назвать Бичанку, которая летом убила свою 11-месячную дочь. Екатерина Шишкова жаловалась, что ребенок мешает вести ей праздный образ жизни. Бичанка несколько раз ударила девочку об стену, чтобы та перестала плакать. Мертвую дочь мать завернула в пакет и оставила в подъезде. Шишкову приговорили к 15 годам лишения свободы. Эта история тоже потрясла всю страну. В октябре в Забайкале солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев. Среди них четверо срочников из Алтайского края. Трое из них погибли. Сам стрелок Рамиль Шамсудинов признался, что не жалеет о произошедшем. Вот мы и прилетели из Вьетнама. Жаркая посадка из жаркого Вьетнама. В сентябре в Барнаульском аэропорту загорелся самолет авиакомпании «Азур-Эйр». На борту находилось более 300 пассажиров. 50 человек пострадали. Одна женщина сломала позвоночник. Еще один резонансный пожар произошел на северном Власихинском проезде. Сгорела крыша. Пожар тушили более 70 спасателей. Причина ЧП – непотушенная сигарета. Ущерб составил более 7 миллионов рублей. Погорельцы несколько месяцев жили в прямом смысле без крыши. Летом фекальный фонтан нарушил покой жителей все того же северного Власихинского проезда. Роковая струя достигла высоты шестого этажа. В пяти квартирах выбило стекла, пострадала мебель, техника. В комнатах долго стоял запах фекалий. Фонтан нечистот разбудили строители. Они нечаянно задели коллектор. Ну что ж, на этом поставим точку в выходящем году целого десятилетия. Ирина Корчегина, «День с толком». А каким будет 2020 год, хочет знать, пожалуй, каждый. Кто-то обращается за предсказаниями к гадалкам и ворожеям, кто-то идет к астрологам. Что говорят о будущем звезды, которые астрономические объекты, узнаете прямо сейчас. Внимание нужно обращать на здоровье в целом. Стараться отказываться от нездоровой пищи. Пища, связанная с убийством. Пища, связанная с изменением, вот эта геномодифицированная вся. В целом, вся пища, которая приходит из-за границы, ну, желательно ее бы не кушать. Опираться на собственные огурчики, выращенные у себя в огородике или, по крайней мере, с нашего ближнего зарубежья. Вскроются глубинные ожидания. Если человек как-то имеет какие-то тайные мыслишки и планы, и вот не совсем духовно совмещен со своим партнером, то вот эта несовместимость, она обострится. Начнутся конфликты, проблемы. Человек, который имел, ну, какой-то вот проблемы по бизнесу, эти проблемы обострятся. То есть либо потеряет, либо обанкротится. Если он переходит, как бы, опять же, по бизнесу, тот же самый, та же самая духовная и материальная ось. Если человек, занимающийся бизнесом, переосмыслит свою деятельность и внесет туда некий духовный аспект, то бизнес получит, как бы, новый толчок расширения. Новый можно, но сложно. Вот надо пройти этот сложный момент без каких-то резких телодвижений. Если мы начнем в этом году как-то сильно переделывать свою жизнь, именно вот физически, то, скорее всего, будут потери. 20 лет они отчитывают барнаульское время. В канун 2000-го запустили знаменитые часы по шпирам. С тех пор они почти не останавливались. Илья Кочетков посмотрел, как город выглядит с высоты часов и минут и пообщался с тем, кто подарил жизнь одному из символов Барнаула. Многие барнаульцы, возможно, удивятся, но часы на доме под шпилем были далеко не всегда. Когда-то знаменитая башенка выглядела вот так. Если само здание построили в 50-х годах прошлого века, то часы появились там только в канун века 21-го. 29 декабря 1999 года уже тогда легендарный дом под шпилем украсил большой циферблат. Часы по заказу администрации Октябрьского района сделал Владимир Денисов, работавший в Барнаул-Горсвете. Кстати, изначально была идея снабдить их курантами, но решили не беспокоить жильцов. На самый Новый год, так сказать, праздник, решили их запустить. Они уже готовы, были к 28 декабря 1999 года. Сколько вы их делали? Вы их прям с нуля весь механизм делали? Ну да, с нуля. Начал я делать их где-то в июне, наверное. Этот циферблат я практически на дому варил своими руками. Изнутри механизм вовсе не похож на то, как городские часы изображают на картинах и в книгах. Сами часы электронные, черный ящик слева, передает импульсы на механизм, заставляя стрелки вращаться. И чтобы они вращались непрерывно, нужно постоянно их осматривать, смазывать. В последнее время Денисов передает дела своему сыну, такая вот часовая династия. Всего под надзором Денисовых несколько механизмов, вот только новых в последнее время не появляется. Архитектор Александр Дерин говорит, в 21-м столетии заказов на дома с часами почти не стало. А мне такое впечатление, что просто у заказчиков даже и мысли такая не приходит вообще в голову. А что бы нам только часы сюда какие-то, а может часы сюда поставить какие-то? Ну, есть тут две составляющие. С одной стороны, конечно, это эрудированность и культурная такая составляющая. Если у заказчика, если он такой насмотренный, и за границей ездит, светит, и вот у него такое желание есть. Второй фактор – это, конечно, стоимость, потому что стоимость часов сейчас, я так, насколько знаю, там за полмиллиона уже где-то достигает. У современного человека нет никаких, пожалуй, проблем с тем, чтобы узнать, который час. В любой момент достаем смартфон или часы, смотрим и зачастую залипаем в этом же самом смартфоне. Я думаю, если бы вот такой красоты в наших городах было бы побольше, мы бы, быть может, чаще смотрели вверх и на небо. Впрочем, совсем недавно в полку уличных часов прибыло. Циферблат появился на новом здании Театра Кукол. Так что, будем надеяться, добрая часовая традиция все же понемногу, но возвращается. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. А на этом мы заканчиваем последний выпуск новостей в этом году. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. А я поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Удач и счастья!